Эхо боевых действий на Донбассе. Даже в освобожденных городах и селах смертельная угроза может подстерегать мирных жителей. Неразорвавшиеся боеприпасы боевиков, растяжки. Почти каждый день спасателям приходится разминировать коварные находки. Самое сложное, говорят в штабе АТО, вести такие работы в буферной зоне. Продолжит Ирина Баглай. Село Семеновка по Славянскому. Весной и летом 2014 года не сходило со сводок АТО. Чтобы понять, какие здесь шли бои, достаточно посмотреть на вот такие до сих пор разрушенные частные дома. Линия соприкосновения переместилась на сотню километров вперед. Казалось бы, можно забыть про войну. Но спустя три года спасатели до сих пор собирают смертоносный урожай неразорвавшихся боеприпасов. Минометные мины 82 мм, две штуки. Минометная мина Великой Вечезняной войны 81 мм. Это артиллерийский снаряд 122 мм. Все это собрали спасатели за утро, обследуя местное кладбище. Чтобы обезопасить людей, решили расширить территорию разминирования. Обошлись миноискателями поля, близлежащие рядом. Мы определяем центр. И тогда уже начинаем вокруг. И приближаемся к нему. Затем все находки сюрпризы утилизируют на полигонах. Третий год спасатели возвращаются в эти места. Жители, которые уже отвыкли от взрывов и боев, по-прежнему опасаются заходить за пределы кладбища. Приходят только на могилы родных. Я вот дальше кладбище сюда вот приехал, убрал все. Куда вот по посадке неизвестно, что там. Там же засады были, стреляли, чего только не было. Я не знаю, как люди вон за грибами на рыбалку ездят до сих пор. А это уже экспонат, разминированная растяжкой, которую боевики установили именно на кладбище под Чеморлыком. Ну, в основном такие вот лежачие гранаты, но не на веревочке такой, а на леске с Птура ее практически не видно. Если ее немножко подвинуть, лажили, как это у нас работает. Более 300 экспонатов. Это все спасатели собрали в свой музей, найденный на земле Донбасса. Вот доказательства участия в войне на востоке Украины российских войск и нарушения международных запретов на использование кассетных снарядов. Огнемет «Шмель» — это российский. Чисто российское оружие. Итак, кассетный боеприпас с точки У, не со «Смерча», это я ошибся. С точки У его нашли под Краматовском. Если все это по нам работает, то не сработает. Это кассета урагана «Смерча», а это кассета с точки У. За несколько дней допоминальных дат сотрудники МЧС обследовали более 100 кладбищ. До субботы обещают обеспечить безопасный доступ к могилам на 140 по ГОСТах. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Виталий Иотко. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал «Интер».